акции протеста. От нас всех зависит наше будущее. Друзья, разрешите открыть наш митинг протеста и предоставить слово Кошелеву Елене Владимировне, пионерке, вот как раз с 2013 года, кто занимается этим вопросом. Здравствуйте, дорогие подольчане. В 2013 году появился асфальтовый завод на Шамотной 10. В это же время по адресу Нефтебазовский 9 появляется вторчермет с самой мощной шредерной установкой. Вони асфальта и невоносимый грохот превратили жизнь в ад. И все это в 200 метрах от проживания людей. В декабре 2015 года Макропол Иван Федосиевич, тогда еще председатель комитета по строительству, дал интервью Риама Подольск о развитии восточного района. Он очень радужно описал развитие района. Даже была сделана компьютерная фотография, что на промзоне находятся жилые дома, причем в большой этажности. Люди вздохнули и стали ждать перемен. Ждать долго не пришлось. Буквально через 6 месяцев после этого интервью по адресу Нефтебазовский 12 и Шамотной 8 появляются еще 3 асфальтовых завода. И все это в центре жилой застройки. Преступников не содержат в таких условиях. Кто мог сбежать, сбежал. Остальные стали жаловаться. Инициативную группу в 2014-2015 году приглашали в администрацию за круглый стол. Там руководство администрации очень яро защищали эти асфальтовые заводы. И все время твердили нам, что эта промзона существует более 100 лет. Что эта промзона лично знакома с императрицей Екатериной Второй. Это исторической ценности, трогать ее нельзя. Но на миске в Торчермет и асфальтовых заводах не так давно был лес, и люди сажали картошку. Еще 5 лет назад мы в этом лесу грибы собирали. Сейчас в этот лес завезли столько строительного мусора, закатали трактором. Деревья сохнут. По многочисленным жалобам проведены многочисленные проверки замеров воздуха. Но по закону предприятия предупреждают. 10 и 17 августа этого года была, так сказать, внезапная ночная дневная проверка. Внезапная она скорее была для меня. Когда мне половину второго ночи позвонили и попросили открыть ворота, чтобы въехать на нашу территорию. Я их впустила. Я приехала на 4 машинах, 18 человек. Я сразу сказала, зачем вы приехали, когда промзона уже стоит несколько дней. Промзона простояла 2 недели. Вымерли там все. Ни шума, ни вони не было. Но замеры пришлось делать. Только женщины измучили, которые делали эти проверки. Зато теперь во всех ответах нам пишут, что проведена такая грандиозная проверка и все замеры в норме. Совсем недавно жители Силикатной 2, учуяв вечером запах, вызвали по телефону нашего эколога, который курирует наш округ. Он приехал, долго ходил по району, отказывался делать замеры. Люди настаивали на этом. Он потом отошел, кому-то долго звонил. Через некоторое время часть жителей, которые живут в доме, в котором из окна видно трубы асфальтового завода, позвонили тем, которые на улице с этим экологом и сказали, что заводы перестали дымить. Через некоторое время запах прошел, и эколог сделал замеры воздуха. В октябре 16-го года, наверное, многие помнят, что здесь вообще была газовая камера. Рассказывал опять этот же эколог, что стоял в самом центре, делал замеры, горло першит, кашель, слезы текут, дышать невозможно, нос за пазуху прятал, потом даже бежал бегом до машины, а замеры оказались в норме. Когда же они будут не в норме, когда люди замертво падать начнут? Сейчас уже каждый четвертый ребенок получил диагноз. Аллергия, астма, астматический бронхит. Если администрация не может смотреть вперед по развитию района, а все время оглядывается назад на историческое прошлое промзоны, так зачем она эти дома понастроила в таком количестве, только людей мучить? Скоро на Плещеевской будут давать ключи новым жителям. Эти дома находятся в четырехстах от асфальтового завода. Ну, как говорится, давно добро пожаловать в команду астматиков и бронхитиков. За четыре года обращались приемные президенты, прямая линия с президентом, прокуратуры, министерства, экологии, строительного комплекса, инвестиции, экономическое развитие, главное управление архитектуры, Госдума, Народный фронт, Роспотребнадзоры, СМИ, телевидение, администрация Подольска. Но все жалобы спускаются вниз, потому что всегда все замеры в норме. Получается, если владелец имеет в собственности землю, он имеет право делать там беззаконие. Ни администрации, ни министерство строительного комплекса не выдавали разрешение этим заводам для того, чтобы здесь находиться. Без этих документов они находятся незаконно. И прокуратуру сколько раз обращались с этим вопросом, игнорируют этот вопрос. Всегда писали про деятельность и бесконечные штрафы, которые нас совершенно не интересуют. И в данный момент идет сейчас проверка прокурорская. Может быть, они в этот раз проверят эти документы. Хотя уже было такое, когда просили принести их проверяющие документы. И все дело в том, что это заводы стационарные. Они судорожно стали себя переделывать в мобильные заводы. Дошло до того, что владелец одного из асфальтовых заводов предоставил документы в администрацию о том, что он поставил новый завод с колесами наверху, мобильный. И подал эти документы на завод, который уже несколько месяцев работает. Никаких колес наверху нет. Заврались в конец. Так, не соблюдены еще также классы опасности. Это территория только под четвертой, пятой класс опасности. Там могут быть склада и предприятия, не вредные и не шумные. А у асфальтовых заводов второй класс опасности, вредный класс опасности, имеют 500 метров санитарно-защитную зону, где не могут находиться жилые постройки. У каждого завода в санитарно-защитной зоне находятся жилые дома. Тут столько нарушений, а нам все время делают проверку. Добрый день. Гопонов, Гопонов, Гопонов Владимирович, заместитель главы городского города Подольска по строительному комплексу, Гопонов Петр Владимирович. Значит, еще раз представлюсь, Гопонов Петр Владимирович, заместитель главы городского города Подольска по строительному комплексу. Значит, первое, я хотел бы обратить ваше внимание, что на сегодняшний момент вы рассматриваете вопрос экологической проблемы. Со стороны строительного комплекса могу вам сказать, что 8 ноября по соответствующей процедуре будут проводиться публичные слушания относительно утверждения генерального плана городского города Подольска, на котором вы все будете присутствовать и смотреть над всею территориями, где будут размещены те или иные заводы или предприятия промышленного назначения. Первое, хочу вам сказать, что все в нашей стране должно происходить по закону. Только что сейчас выступающий сказал о том, что создана комиссия по сносу незаконных построек. Я ее возглавляю. И могу вам сказать, что все решения по сносу осуществляются в результате судебных решений. Никаких иных самовольных заходов, сносов и других устранений любых построек, будь то торговая точка или там предпромышленные предприятия осуществляться не будет, никогда этого не произойдет. Поэтому, безусловно, мы сами недовольны тем, что на территории люди страдают от того, что происходит с загрязнением атмосферы окружающего воздуха. Главой городского округа принято решение о том, что в 2018 году будут выделены деньги из бюджета относительно строительства пункта постоянного мониторинга и контроля за качеством состояния и качеством окружающего воздуха. Это было ранее внесено. Я прошу прощения. Я могу вам сказать то, что у нас происходит сейчас. То, что было раньше, вот я не могу за это ответить, потому что это не совсем в моем направлении деятельности, потому что мы осуществляем контроль и строительство на этаже квартир и домов, детских садов и социальных объектов. Следующий вопрос хотел бы вам ответить. Если вы считаете о том, что в действиях тех или иных лиц, находящихся на производственной площадке, происходит нарушение закона, то для этого существуют соответствующие правоохранительные органы, обращения в которых вам никто не возглавляет. Абсолютно. Обращались. Значит, я на... Тогда давайте сделаем так. На публичных слушания, которые будут проходить в составе данной территории, мы обратимся в правоохранительные органы, чтобы они представили своего представителя, который со своей точки зрения, со стороны закона даст четкую характеристику и оценку тем действиям, которые осуществляют на данной промышленной площадке те или иные лица. По нашим данным, нарушение, ну скажем так, нет документов, подтверждающих наличие санитарно-защитных зонных у завода Горлидер. Но если нет документов, убирайте их! А если нет документов, убирайте их! Значит, еще раз вам говорю, все вопросы по любой этой территории находятся в частной собственности. Раз. Второе. Документы, по которым они функционируют, должны рассматриваться в суде и после решения суда в течение шести месяцев осуществляется закрытие производства, сноса или перемещение в другом месте. Скажите, пожалуйста, вы можете подать в суд какую-то администрацию? Вы можете подать в суд администрация имеет право обращаться в адрес прокуратуры? Документы по обращению администрации могут представить соответствующие. Вы можете лично под свой контроль взять окурирование этого вопроса? Вы знаете, под свой контроль лично. Я прошу прощения, для того, чтобы под моим личным контролем находится строительный комплекс. Вопросы экологии, вопросы, связанные с... То есть вы не можете? Вы не можете? А подскажите, администрация в суд сам вам может... Они попросили прийти на данный митинг и доложить вам ситуацию по вопросу обсуждения генерального плана и дальнейшего развития данной территории. Вот на этот вопрос я вам отвечу. Любые вопросы могу ответить. Почему здесь должен быть начальник отдела экологии? Я знаю, что здесь... Начальник отдела экологии. Подойдите к микрофону. Да. Я не... Сейчас, сейчас. Вопрос конкретный. Вы ко мне подойдите. Можно? Я если у вас вопрос отвечу. Не надо говорить не в спину о том, что я... Я не говорил про строительный мест вообще ни о том, кто я сказал про контрольных мест. Вы не кричите. Вы пожалуйста, кричите. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы как-то повлияете на ситуацию. Вы можете что-то сделать? Когда конкретно что вы будете делать? Я вам еще раз объясняю, что на тех общественных публичных слушаниях, которые мы будем проводить в рамках утверждения генерального плана развития городского округа, мы вас всех очень просим быть, высказать свою позицию со стороны властей города, со стороны главы городского округа. Могу точно вам сказать, что все вопросы связаны с землепользованием, правил землепользованием, где-то разрешенных в использовании всех участков, и с теми документами, которыми располагают данные предприятия, я вам четко их представлю. Вопрос можно задать конкретный? Администрация в суд может обратиться по поводу вот этих самостроек? Или не может? Не может. Все, администрация не может, мы услышим. Спасибо вам большое. Смотрите, уважаемые жители, я хочу что сказать. Вот вас сейчас всех попросили прийти на слушание. Я тоже убедительно со стороны жителей прошу всех прийти на слушание. По одной причине слушание проходит отвратительно, абсолютно неорганизованно. Людям вешают на уши лапшу. И туда приходят в основном уже пожилые люди, которых даже не обеспечивают нормальным звуком. Вот у нас сейчас есть микрофоны, и то задние ряды говорят, что не слышат, надо громче говорить. На последних слушаниях не было даже этого, микрофонов не было. Поэтому, пожалуйста, молодое поколение, вот ребята наших родителей с вами травят и вешают лапшу на уши. 8 числа будут слушания. Я всех призываю прийти на эти слушания. Я вас очень прошу. Иначе опять будет то же самое. Зовут меня Томсович Мила Евгеньевна. Асфальтно-бетонный завод. Я сразу бы хотела расставить точки над им. Я много слышала, что здесь говорили. Конкретно, буду говорить конкретно про наш асфальтно-бетонный завод. Заводы наши. У нас два завода. Они соответствуют европейским требованиям. И послушайте до конца, не выключайтесь. Это пилингодный и ОМАН, у которых стоит система очистки до 500 фильтров. Еженедельно проводится мониторинг. Подождите, послушайте до конца. Еженедельно проводится мониторинг с соответствующими службами. Аплодисменты. Еженедельно проводится мониторинг с соответствующими службами. Которые украли, в основном украли. Субтитры создавал DimaTorzok Сказано ранее, руководителям городской правы, буквально несколько дней назад, в министерстве проходили совещание, где присутствовал наш руководитель, и мы обязались поставить датчики на трупах. Вы можете отслеживать онлайн выбросы. Субтитры создавал DimaTorzok Далой! 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 ...которые администрация получает в результате публичных слушаний, формируется единый пакет, как по ПЗЗ мы получили 2556 замечаний. Далой! Далой! Но вы как бы очень долго отвечаете. Вы знаете, я не знаю, как вы слушаете. Да или нет? Я 20 лет адвокат, я вам вопрос задал, а у меня... А я 20 лет в армии прослужил. А в армии вас учат так долго отвечать? У нас в армии отвечают конкретно. Это не рекомендательный характер. Я вам еще раз объясняю дальше фразу. Дослушайте, как адвокат до конца. Да. Все эти замечания отправляются в глав архитектуру, заказчику проведения данных мероприятий. И в случае на заседании комиссии, если эти замечания носят законный характер, они являются в соответствии законного характера. В Конституции все... Я не знаю, в Конституции у нас нет народовластия. Нету? Нету. Это основной принцип закона. Россия, это социальное государство. Мы вас избираем, это значит, и мы вас избираем, значит мы главы. Вам вопрос... Это очень долго он уводит от ответственности. Я не у адвокат, это никуда. Уходьте. Если вы сейчас проголосуете за то, чтобы снести памятник Ленину, это значит, это не будет исполнено. Если ваши требования законно... Почему не будут исполнены? Ну потому... А вы что, не хотите исполнять наши причины? Да мне все равно. Я просто вам применю. А что вы здесь делаете? Вы ответьте на вопрос. Я вам что, не ответил? Нет. Давайте еще раз отвечу. Давайте еще раз отвечу. Я задал вопрос. Задал вопрос. Носит ли результаты публичных слушаний, все эти бумажки, которые мы отправляем в ВУЗ, замечания, да. Носит ли они рекомендательный, либо обязательный характер? Я хочу услышать ответ. Мне говорят о том, что их пакетом формируют и отправляют куда-то. Правильно. А как они к этому относятся? И на комиссии происходит рассмотрение, на комиссии происходит рассмотрение каждого замечания, которое... В связи с этим, в связи с этим, в связи с этим удивляться, потому что народ вас берет на горло, не приходится. Поэтому я был в администрации перед слушаниями. И что? А, значит, я разговаривал, я принял свое замечание, его зарегистрировали. В отличие от московских слушаний публичных, вы делаете отсечку в области. Объясняю. И если вы работаете на территории Рязановского поселения Новой Москвы, то я имею право принимать участие, в том числе и в слушаниях, которое посвящено Цемянке. Значит, но на территории Москвы любой работник предприятия, располагающегося на территории объекта, который рассматривается на публичных слушаниях, может представить справку с места работы и участвовать в этих публичных слушаниях. В Московской области такого нет. В Московской области могут только руководители юридических лиц принимать участие, лица, владеющие недвижимостью на территории поселения, и руководители общественных объединений. Все. А, и прописано, и собственно, и прописано. В связи с этим, в связи с тем, что есть региональное разночтение между законодательством, народ, естественно, как бы начинает, как граждане, путаться. В связи с этим, если вы хотите получить какой-то диалог, вы получите какой-то диалог, то вы отвечаете правильно, недолго путая нас. Я вам сейчас тоже отделяется субъектности, право субъектности буду рассказывать. Поймете вы об этом, только если, не дай бог, вас куда-то там определят. Да не пугайте вы меня этим определением, почему вы своими пальцами тут садите? А что вы испугались тут? А что испугались? Вы же как бы чиновник. Я испугался. Вы честный чиновник? А вы говорите, а что вы испугались? Вы мне пальцами сейчас что показали? Вот так показал. А это что вы? А я вам это покажу. Ну и покажите. Если я не честно, адвокат не должен. Если вы считаете, что вы тебя ведете приличный, достойный. Если вы прочитаете постановление Конституционного суда. Значит, я вопрос задал, ответа не получит. Может, рекомендационный характер. Он не ответит. Давайте, вот сейчас он был уже, что вы сказали. А что я сказал? Я сказал, он не ответит. Потому что они могут платят людей ввести не сюда. Значит, они имеют рекомендационный характер, и не более. Значит, в этом регламент прописан четко в главе архитектуры, как и что допускается. А они говорят, идите по вскому публичному. Значит, я... Вот смотрите, 2500 есть предложения, допустим, да? Допустим, тысячи из них законно. Вы признаете. Что дальше с ними будет? Они не могут быть признаваться законными или незнакомыми. Это ваше вольное изъявление. Нет, нет, нет. Вы требуете снести заводы. Вы требуете снести заводы. Вы свой завод. Нет. Вы не тренируете. Подождите, вы только что кричали. Вывести. Вывести. Мы не требуем. Это право собственности. Убирание, я вам сказал, только по суду. Как по суду? А как поставили? А на каком основании их поставили? А что сделать-то? Вы сами предложите. Подождите. Подождите. Мы вам говорили, что в 14-м году вы подавали в суд на деятельность этих предприятий. Я понимаю вас. Мусорное ведро. Я сам же возле, к сожалению, тоже в том месте, где попадают эти выбросы. Результата нет. Надо подавать в суд. Если в суде будет принято решение о том, что... Подождите. Не надо, не надо передергивать. А что? Объясню. Ну расскажите. Ну это делать все просто. Ну как? Да любой магазин закрывается в 5 секунд, если он вдруг администрации не нравится. Что? Любое предприятие в 5 секунд. История административного опыта. Приводите пример. Я вам еще раз говорю. Приводите конкретный пример. Не болтайте, а приводите пример. Мы теперь приехали и снили кафешку, буквально... С нами, октября, это Москва. Я говорю, что в Москве морд, а в Подольске... А в Подольске законы другие. Приводите пример. Подольский район тогда был. Приводите пример. С Россией, что Россия. Давайте уже разговаривать. Это не разговаривать. Нет, я говорю, что в этой истории Подольске никто не закрывает ничего. Без решения в России. А как открывают? А как открыли 4 завода? Расскажите нам, 2-го класса опасности, на землях 4-го класса опасности. Расскажите, как можно завода 2-го класса опасности? Нет, вы ответьте на вопрос. Ну, вы ответьте. Подождите, у меня вопрос такой. А вот Харитонова Н. Ява, Надежда Яковлевна, Харитонова, она должна была присутствовать? Нет, она. Вот, понимаете, человек адекватно объясняет ситуацию. Я к ней пришел, в 311 кабинет, захожу. Там вот как бы рот люди открыли, что вы здесь делаете, вы нас заканали уже здесь. Нет, нет, нет. Кто так говорит? В 311 кабинете. Она вода, 2. А в 311 кабинете, там я говорю? Нет, нет, нет. В 311 кабинете, там подойдет. Вон, давайте не спорим. Смотрите, сидит вверх. Я, значит, подождите, не перебивайте. Подождите, дайте, вы перебиваете, вы перебиваете, отойдите, пожалуйста. Дайте это говорить. Дайте это говорить. Я предложение хотел выдвинуть. Чиновники начали отбиваться, что не надо, что Надежда Яковлевна услышала, вышла, сказала, молодой человек, зайдите. Она объяснила все, показала, более того, показала письмо, которое направлено было заместителем, значит, заместителем главы администрации по строительному комплексу Подольска, начальнику главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Гордиента. Она показала письмо, что собственник отказывается от планов реализации вот этого мусоросортировочного завода. Все, проблема была снята. Да, если бы чиновники городской администрации довели до сведения населения это решение, ну, приблизительно за несколько дней, за неделю... Мы сами не знали об этом. Вот я вам письмо покажу. Я не об этом вам говорю, не об этом письме. Это письмо я подписываю, это моя подпись. Ваша подпись? Конечно, это моя подпись. Да, я Гапонов, да. Я знаю. Если бы вы до нас довели... Да я его довел, это письмо. Кому? Я пришел в администрацию, сзади не об этом знал. Вы мне показываете мое письмо. Ну и что? Да, это мы его не доводим. Это письмо только 10-го числа было подписано, прямо перед слушанием. Мы подготовили материалы, как только мы узнали о том, что на карте городского округа Подольск планируется какая-то бредовая мусоросортировка, мы сразу написали... А асфальт и бетон. В чем засаде? Я про мусора стопировал. Вот есть Харитонова, на мой взгляд, очень объективный, нормальный сотрудник. Есть здесь группа людей неравнодушных. Слава Богу. Давайте таким образом поступим. Вот допоручите госпоже Харитоновой осуществлять контакт со общественной инициативной группой. Она со всеми контактирует. Ну, понимаете, в чем я? Вы приходите, и народ возмущается. Он возмущается почему? Потому что вы подписываете письмо и не доводите его до народа. Если бы это письмо было передано нам, я его сразу везде разговаривал. На сайте администрации почему не опубликовали сразу? Поэтому было бы все, проблем бы не было. Я еще раз повторяю, что это письмо было написано. Какая дата какая-то? Десятое-десятое. Видите? И опубликовано оно было только вот этим адвокатам. А вами не было опубликовано. Мы не публикуем нашу письмо и переписку. Почему письмо пестовало сразу? Да мы сразу же людям, как только мы... И народ начал успокаиваться, понимаете? Потому что на следующий день уже были публикованы. На этот же день вечером. Мы увидели только, когда это глава Ампетитона нарисовала. Это ошибка человека, который там проектировал. Но власть не должна видеть в последний момент. Она должна видеть и предупреждать. Поэтому предложение такое, чтобы более конструктивно было. Пожалуйста, на мой взгляд, о других сотрудников не знаю, вас не знаю. Я просто когда пришел, видел, что здесь на горловых. И вы, и вам, Харитонова. Дайте поручение, чтобы Харитонова возглавила некие консультации. Комиссию, комиссию еще, чтобы она нас принимала, чтобы она с нами общалась. Мы будем к ней приходить, и нам никто не будет говорить, что на месте рабочего нет сотрудника. Забыл даму, как зовут, в 311 году. Смотрите. Да. Как вас зовут? Княк Алексей Алексеевич зовут. Алексей Алексеевич, смотрите. И с ней уезжает весь аппарат тех людей, которые занимаются градостроительными. Потому что мы не имеем права не присутствовать на... У меня всего 4 человека с ним занимаются. И вот сейчас, если вы хотите прийти завтра, не получится. Я не могу сказать, что чиновников в России слишком мало. Достаточное количество. Поэтому защитите вас. Это в ваших интересах, чтобы мы были в курсе. Я не могу вам обещать, что в то время, когда будут проводиться публичные слушания, и вы придете, она будет на месте. Ее не будет на месте. У нас все расписано до 4 ноября. Ну, тем самым, получается, что вы не можете с нами общаться, а потом удивляйтесь, что мы приезжаем. Мы можем с вами общаться. Мы просто говорим о том, что ваш визит должен быть согласован. Я с недельником она принимает. Я с недельником она принимает. И следу. Она принимает. В понедельник и среду. Я не могу понять только, что Надежда Яковлевна Харитонова в данной ситуации. А она просто на месте. Она, как бы, мне показалась лично очень субъективна. Это моя личная оценка. Адекватно, все спокойно, тихо рассказал. Вот без всякого там га-га-га. Без всякого, что... Ну, не знаю. Я когда в 311 подошел сотрудник... Вот если все хотят закрыть залог, и решение такое, что только через суд. Когда будет подано от администрации заявление в суд? А зачем по-другому... Не-не-не-не, администрация... А вот по-другому должно происходить. Администрация должна подавать. Подождите, все должно по-другому быть. Мы пишем коллективное письмо, администрация нас поддерживает и обращается в прокуратуру. Давайте составим. И перенаправляет наше обращение в прокуратуру. А прокуратура инициирует. Давайте покажем, как мы это уже сделали. 19 сентября... Алексей, Алексей, 19 сентября Пестов написал обращение. 19 сентября. Да, у меня такой вопрос еще есть. Прокуратура, он груздает дело. Прокуратура не возбуждает, она иницирует обращение в суд. Подождите, подождите, подождите. Задайте вопрос. Елена Владимировна, очень важный вопрос. Не перебивайте. Дайте Елену Владимировну... Не ошибка была, что? Где? Не ошибка. Я говорю, что неправильно внесли наше предложение в протокол публичных слушаний. Специально. Неправильно. Они специально ничего не делают. Ну что вы считаете? Ну не может быть. А в чем неправильность? Вот мы дали предложение вывести предприятие тяжелой строительной промышленности. Протокол написали вывести только тяжелую промышленность. Авакьяны внесли оставить их здесь. Строительную промышленность. Прямую дорогу для того, чтобы не отказать аватянусь. Неправда. Правда? Письмо опубликовано. Я не об этом вам говорю. Не кричите, че вы кричите. Семей, сейчас дайте хоть еще. Давайте так, если мы сейчас будем кричать тогда, чтобы друг друг... Что? Вчера я взяла... Что? Подождите. Подождите еще. Подожди, подожди. Подождите, дай договорись-то. Я везде хожу один. Нет, где вы... Нет, я про другое. Дайте договорить, вопрос. Нет, я не с вами с малинками. А? С малинками рядом. Это в Новом Москве? Это Шишкин лес? Нет, это не Шишкин лес. Это Кленовский сельский округ, который у тебя малинки. Там полигонки хотят делать. Да без проблем. Да там полигон хотят. Ну дайте вопрос-то задать, дайте, важный вопрос. Ну да, маленький, мама. Вы бы не боретесь, да? Люди, ну важный вопрос, дайте договорить. Женщина, давайте, что вы хотите сказать? Послушайте дальше. Мне вчера письмо пришло из Управления архитектуры Московской области о том, что эти асфальтовые заводы остались только из-за того, что одобрила их администрация Подольская. Ну меня дома... Есть, я покажу сейчас. Я покажу, возьмите это. Сейчас.